Военный транспорт Яуза прибыл в Мурманск. С ним вернулись и участники экспедиции на новую землю, совместного проекта Северного флота, Русского географического общества и Национального парка «Русская Арктика». С собой исследователи привезли исторические находки. Экспедиция Северного флота и ученых на новую землю продолжалась с 12 по 31 августа. Исследователи обнаружили продовольственное депо австро-венгерской экспедиции Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера. Осмотрели стоянку одного из первых исследователей Арктики, Вильяма Баренца. Также обнаружили два креста, которые установили участники экспедиции Георгия Седова в 1913 году с сохранившимися надписями на них. Видно? Что написано? Экспедиция Седова. А я еще нашел ножки с резким. Кроме того, в районе первых зимовок исследователей новой земли на побережье пролива Маточкин-Шар ученые нашли нательный крест и украшения 18 века. Эти артефакты участники экспедиции привезли с собой. Работа осложнялась непростыми погодными условиями. Например, место установки крестов участниками экспедиции Седова было обнаружено благодаря изучению исторических документов. Видимость была где-то 20-15 метров. Выход был точно подсказан нашим научным руководителем полковником Чуркиным. Проанализировав береговую черту, было принято решение сделать высадку именно там. Пройдя буквально где-то 150-200 метров, мы увидели гурий и 20 метров лежащий крест. Когда перевернули, очень удачно, что он находился, лежал лицом к земле, поэтому надписи сохранились. Экспедиция совершила и несколько географических открытий. Так, например, от полуострова Жерди отделился новый остров и образовался пролив. А вот остров Личутино, наоборот, превратился в полуостров. Изменения изучили, нанесли на карты и зафиксировали в системе GPS.